Это итоги на репортере в прямом эфире. Меня зовут Григорий Блайда. Дайджест основных событий уходящей недели в ближайшие 45 минут. Вначале о главных темах выпуска. Подробности чудовищного ДТП в Болградском районе. В усмерть пьяный водитель Жигулей сбил троих старушек. Все три женщины погибли. Хотите завести ребенка? Готовьтесь к трудностям во время прогулок с коляской. Рейтинг городских барьеров для маломобильных одесситов. Вот как я тут должна перейти? Смотри, как я тут должна перейти? Тут просто прерывается тротуар. Просто какая-то траншея появляется. Реформированная одесская таможня работает по-старому. 60% бюджета страны наполняется за счет сомнительных действий инспекторов. Все системы в портах и таможне были построены так, чтобы заставить водителей и экспедиторов рассчитаться за то, чтобы ты имел право просто проехать через порт. Сколько стоит вырастить тонну риса? При Дунавье приступили к уборке самой капризной и дорогой сельхозкультуры региона. Топливо уходит, конечно, тоннами на уборку. Цена на воду тоже. Куп воды, в принципе, недорого, сам по себе, 7 копеек. Но основная составляющая – это электроэнергия. Там, если за воду мы можем заплатить 100 тысяч, то за электроэнергию – миллион. И начнем с происшествия на побережье. Затонувший автомобиль Нива с телом в салоне обнаружили сегодня в районе пляжа Отрада, а точнее на территории местного яхт-клуба. Специалисты, которые обследовали машину, сообщили, что ключ был в замке зажигания, а сам автомобиль оставался на передаче. По словам очевидцев, водитель мог просто уснуть за рулем, что и спровоцировало трагедию. По предварительной информации, погибший – это тренер яхтенной команды с поселка Сергеевка. Мы находимся возле яхт-клуба на пляже Отрада. Здесь сегодня днем в акватории была выловлена машина с телом. Изначально была информация, что это было тело девушки. Потом уточнили, что это мужчина, предположительно, тренер по яхтспорту. Сейчас тело погибшего уже увезла полиция, но журналистов на территорию яхт-клуба, к сожалению, не пускают. Приморский райотдел, дежурную часть, поступило сообщение о том, что в яхт-клубе найден автомобиль в воде сегодня утром. На место выехала средства оперативной группы, которая установила, что в автомобиле находится труп без признаков насильственной смерти, предговорительно, одного из тренеров яхт-клуба. Ему личность установлена. Ключи в замке зажигания машины на передаче. Сейчас в ГОСССР проводится экспертиза. Машина достает сходы. И подробности резонансного происшествия в Болградском районе. Три жизни в одну секунду отнял пьяный водитель в селе Виноградовка. 47-летний мужчина въехал на своих старых «Жигулях» в скамейку, на которой отдыхали три пожилых женщины. Машина раздавила несчастных, снесла забор и остановилась только во дворе дома. Корреспонденты репортера накануне прошли по следам страшной аварии. Илья до сих пор не может осознать, что его мамы Ирины нет в живых. Неделю назад отмечали ее 75-летие. Была здоровой и активной. Накануне с двумя давними подругами вышла погреться на последнем осеннем солнце. Расположились на лавочке возле забора. Внезапно из-за угла на улицу выскочил автомобиль. Сначала его занесло на встречную полосу. Чтобы не врезаться в столб, водитель вывернул руль. Машина встала на два правых колеса и понеслась в сторону скамейки, на которой сидели бабушки. Секунда – и их буквально перемолола колесами. Две женщины погибли на месте. Ну вот, как холодец делаете, вот так. Когда погрузили в машину, мясорубка. Когда погрузили в машину на одеяле, там как будто сама мусор нагрузилась сама в это. Выжить удалось только Ольге Димовой, но и она скончалась на операционном столе через какой-то час после аварии. Остался муж, с которым прожили вместе больше полувека. Растерянный и несчастный. Меньше всего пострадал водитель «Жигуленка» – 47-летний Вячеслав. Очевидцы говорят, он был настолько пьян, что не сразу понял, что натворил. Он даже не чувствовал ему, что случилось, он как-то странно себя вел, даже не пришел в себя даже от пьянства. Он пьяный был. Предположения очевидцев подтвердили в полиции. Попередно встановлено, что человек пребывал в стане сильного алкогольного спьянения. За данным фактом, распочато криминальное проваджение. Зловмисника в порядке статей 208 КПК Украины затримано. Тривают необходимые першочерговые следы и оперативные действия. Полиция водителя задержала. Односельчане говорят, в его интересах сесть в тюрьму и понести справедливое наказание. Смерти трех бабушек ему не простят. Трех подруг, которые много лет прожили на одной улице, похоронят в Виноградовке в один день. Юлиан Аксенов, Анастасия Зинкевич, Сергей Герасименко, телеканал «Репортер». 11 часов понадобилось Киевскому райсуду, чтобы еще раз отправить в СИЗО ранее оправданных в Черноморске Евгения Мефедова и Сергея Долженкова. Первый раз в изоляторах отправился тот же Киевский суд еще 18 сентября, сразу после оправдательного приговора. Тогда же обоим фигурантам вменили посягательство на территориальную целостность страны. И вот уже 11 октября им вручают новое подозрение захват государственной власти, подрыв конституционного строя и организацию массовых беспорядков. При этом следствие рассматривает все тот же один эпизод. Автопробег Одессы Николаев. Только формулировки обвинения теперь звучат подоувесистее. В результате еще вказанных умисных противоправных действий Долженкова СО та других осіб, их намерей щодо отбокривания Одессы и Миколаевской области от Украины и объединения значительных регионов до склада Российской Федерации были доведены до невизначенной, но значительной к количестве осіб с метою насильницкой изменения, поваления посетительного владения за закупление государственной власти. Кроме того, наприкоси квитня 2014 года Долженкова СО, Мефедовы и та иными насосовыми участками приняты заходы, которые необходимы для организации силового опора политического оппонента и сотрудникам правоохранительных органов и представникам общественно-политических объединений патриотического сопрямления. Защитница Долженкова Ольга Балашова попыталась сначала заявить об отводе прокурора, поскольку посчитала его действия предвзятыми, однако суд отказал. Далее она апеллировала к множественным процессуальным нарушениям, неверной квалификации под судность и действия Долженкова, по ее мнению, не подпадают под озвученные подозрения. Однако суд снова отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца. Защита в недоумении. В данном случае у нас избрана уже максимальная мера обеспечения, то есть самое суровое содержание под стражей. И в данном случае выше нее уже нет. То есть ее можно либо изменить, либо дважды избирать одну и ту же меру пресечения, но это нонсенс просто. Я считаю, что необоснованное подозрение, а значит нету и рисков вообще. Это первое. И второе, риски нужно доказывать. Но извините, какие риски могут быть у человека, который три с половиной года находится под стражей. Коих рисках мы вообще можем говорить? Сложнее далось решение по Евгению Мефедову. В отсутствие своего адвоката Валентина Рыбина подозреваемый отказался от услуг Балашовой. На поиски нового защитника ушло более трех часов. Все это время Мефедов настаивал на присутствии именно Рыбина. После отказа подозреваемый заявил об отводе суди, но безуспешно. Сам Мефедов события в суде считает местью за оправдательный приговор по делу 2 мая в Черноморске. Теперь оба фигуранта фактически находятся под двойным арестом. Один эпизод следствия разделило на два дела, и в каждом меры пресечения это СИЗО. За полтора месяца на 2 гривны это динамика цен самой популярной и ходовой марки бензина в Украине Е95. Ползет вверх и стоимость дизельного топлива. Эксперты прогнозируют, что уже в самое ближайшее время повышение цен на бензин отразится в первую очередь на продуктах питания. За скачком цен стоит ряд факторов, и в скором будущем на падение стоимости бензина рассчитывать, увы, не стоит. Мнение по этому поводу собирал Виталий Хемий. Резкое повышение цены на бензин за последние пару недель объяснить одним лишь нестабильным курсом доллара нельзя. Экономисты полагают, что у этого процесса несколько составляющих. 50 копеек – это рост, связанный с ростом стоимости нефти на нефтяных биржах. Где-то на 10-8% выросла цена. 50 копеек – это падение курса гривни за последний месяц. Дело в том, что правительство в бюджете на 2018 год запланировало средний курс гривни 29 за доллар, а на конец 2018 года более 30 гривен за доллар. Еще одна гривна – это заработок топливных рейдеров, проще говоря, спекулянтов. Люди, которые умело делают деньги из воздуха. Государственные органы им не помеха. Это украинские реалии, отсутствие антимонопольного комитета де-факто, отсутствие счетной палаты, отсутствие руководителей огромного числа государственных ведомств, которые должны контролировать ситуацию в экономике. Занимают должность, исполняют обязанности люди временные, которые призваны создавать видимость какого-то государственного контроля, какого-то государственного вмешательства, какой-то государственной защиты. То есть здесь обычная ситуация, как и с жиженым газом, объективный фактор и субъективный сверхдоход монополистов. Бензин в Украину поступает в основном из Беларуси, он, как правило, российского производства. Большинство отечественных НПЗ простаивает, либо готовится к банкротству. Но если нефть вернется к цене 43-45 долларов за баррель, то на 2-2,5 гривны сможет подешеветь бензин. Но это в нормальной экономике с конкуренцией. У нас, к сожалению, монополии настолько жестко все под себя помяли, что надеяться, что у нас конкурентная борьба приведет к снижению стоимости бензина, не приходится. У нас 2-3 поставщика топлива, 2-3, которые будут держать цену ту, о которой они договорятся. Это называется картельный сговор. Экономисты прогнозируют повышение цен на продукты питания в течение 2-3 недель. А вот компании, работающие в сфере пассажирских перевозок, повышать стоимость своих услуг пока не спешат. Критический порог еще не превышен. Еще гривна-полторы, и они начнут возмущаться. Шоферы возмущаются, а учредители? Ну, мы не можем, они же не могут работать ниже себестоимости, поэтому мы будем вынуждены поднять тарифы, если это произойдет. Тариф повышается, когда цена повышается, бензина на гривны 2 или 3, насколько повышается тариф? Больше, чем на 50-70 копеек за километр не повысим. Нынешний скачок цен не отразится и на пассажирских перевозках в пределах области. В прошлом году автопредприятия уже повысили проезд на 20-30% по причине подорожания топлива. Но это только в случае, если не будет нового скачка. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал Репортер. Но тем временем в стране сегодня празднуют День защитника Украины. Государственным праздником 14 октября стало в 15-м году, тогда соответствующий закон приняла Верховная Рада. В Одессе его отметили по-своему. Политическая элита посетила парк Шевченко, где к памятнику Кабзарю возложили цветы. После этого губернатор Максим Степанов поздравил военных и наградил участников АТО почетными грамотами. Защитник Украины не только человек. Среди бойцов, строительства Украины, нас в аргии, добровольцев, волонтеров. Очень много женщин. Мы сможем переконяться в этом прямо сейчас. Я благодарю вам, наши подважные пародинники Украины. Для меня, во-первых, это праздник. Во-вторых, праздник молодой, потому что он несколько лет, мы только его отмечаем. Это праздник, это действительно праздник. Мы чествуем вооруженные силы и, в первую очередь, мне кажется, матерей наших, которые все-таки переживают за нас, ждут нас живыми и здоровыми. День защитника Украины не случайно совпал с праздником Покрова Пресвятой Богородицы для запорожских казаков. Дева Мария являлась заступницей. В 99-м году своим указом тогдашний президент Леонид Пучма объявил 14 октября днем украинского казачества. И в Одессе появилась новая мода – рисовать картины на стенах старых домов. С модой, разумеется, я погорячился. Это, скорее, новый проект Одесской мэрии под названием «Одиссариум». В городе и раньше периодически появлялись картины на заборах и зданиях. Например, на карантинном спуске, на конечной остановке трамвая в Аркадии и на общежитии музыкальной академии возле Кирхи. Но все это были художества наших местных одесских мастеров. На этот раз в город решили пригласить иностранных художников, в частности, знаменитого американца испанского происхождения Эрнеста Маранье. За последние пару недель в Одессе появилось сразу несколько муралов, выполненных в жанре сюрреализма. Кстати, правильно делать ударение на «у» – «мурал» от английского «mural» – монументальная живопись. Вот так выглядит огромный баклан в стиле картин Сальвадора Дали. Он изображен на стене жилого дома 19 века на спуске Малинеска. Это район Пересопских мостов. И его хорошо видно, если ехать, либо идти со стороны поселка Котовского в направлении центра. А вот сюрреалистический тюлень на памятнике архитектуры 1910 года постройки на французском бульваре. Выглядит весьма эффектно, особенно если долго всматриваться в него, простаивая в автомобильных пробках. А это уже Терраспольская. Сразу два изображения украсили улицу в центре города. Оба – авторства Эрнеста Маранье. Птица семейства Шулаклюв и слон весь в лепестках. Теперь радует взор гаражан и туристов. Не одним лишь центром Одессы ограничилась география Муралов. На Угу, Сегетской и Лунного переулка. На третьей станции фонтана теперь красуется вот такой вот моряк с попугаем на плече. Авторство киевлянки Анастасии Белоуз. На открытии этого Мурала даже присутствовал мэр города Геннадий Труханов. Также появились дельфины на площади Деревянка. А на стене санатория Чкалова на французском бульваре – лошадь. Многие украинцы, одесситы сегодня рассеяны по миру, которые занимаются этим направлением. Бросили клич, пригласили, очень рады. Нью-Йорк, Майами, Америка, Великобритания, Италия. Откликнулись муралисты, откликнулись мастера. Приехали в Одессу. Вдвойне приятно. Отказались от гонораров. О нашем городе знают, его любят. Но давайте опустимся на землю и посмотрим прежде всего себе поднаки. С началом осени все более ощутимыми становятся проблемы с дорожным покрытием и ливневками. Но куда больше неудобств создают для маломобильных групп населения наши тротуары без пандусов. Съемочная группа репортера составила свой собственный рейтинг городских барьеров. Моя коллега Вероника Годятская продолжит тему. С моей коллегой Татьяной Блайдой мы устраиваем рейд по тротуарам Приморского района. Здесь, в прибережной зоне, на французском бульваре, молодая мама чаще всего гуляет со своим ребенком. За три месяца таких прогулок Татьяна уже успела составить собственный субъективный рейтинг мест, где родителям с колясками лучше не появляться. И, увы, таких мест по городу предостаточно. Пятая позиция в нашем ТОП убитых тротуаров достается яме на проспекте Гагарина. Прошел дождь. Мы имеем большую лужу, и я не понимаю вообще, каких границ там яма. Вот я еду наугад, опять же, пока он спит, но это может быстро все закончиться. И вот так вот мы маневрируем, я вот так иду по краешку. Французский бульвар – одесская жемчужина, которая еще недавно привлекала сотни молодых мам с колясками. Теперь же им приходится вооружаться терпением. На древнем асфальте с многочисленными выбоинами ребенку поспать не удастся. Да и вид у плитки явно поизносился. Отрезок французского бульвара на перекрестке с улицы Азарова – непочетное четвертое место. Качество тротуарного покрытия. Вот у нас такие замечательные ямы, у нас перекашивает коляску, ровно она не едет. Идем дальше, и мы наблюдаем стройку. Вот ребенок проснулся, слышишь, уже услышал уровень напряжения. Немножко мы его потревожили. С одной стороны у нас стройка, с другой стороны у нас непонятный качество тротуар. Вот момент здесь, вот как я тут должна перейти, смотри, как я тут должна перейти, тут просто прерывается тротуар, просто какая-то траншея появляется. Я вот, 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 коляску мою кидают, ребеночек мой в восторге от этого всего. Всем одесским перекресткам посвящается. Третья позиция достается не конкретной локации, а всем перекресткам с высокими бордюрами. Таких в городе хватает. Для родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями переходы без пандусов – это барьеры, в прямом смысле слова. Зеленый свет, да, лялечка наша спит, и опять мне нужно ее тревожить. Смотри, любой, практически каждый переход со светофором у нас не оборудован пандусом. То есть два больших бордюра мне нужно как минимум преодолеть. Это хорошо, что здесь они еще не слишком высокие, потому что иногда они бывают просто адски высокими. Коляска у меня должна становиться вот в положении просто, вот, не знаю, 90 градусов. Вот, ну, не знаю, этот переход я тебе показала на французском бульваре, на Гагаре, на французский бульвар, но это не значит, что это самый худший переход. Это переход, который олицетворяет, в принципе, нашу систему. Немыслимая архитектурная задумка. Знакомьтесь, пешеходный переход в никуда. В рейтинг, но уже на второе место, попадает проспект Гагарина в районе 35-й школы. Этот переход по Гагариной, я бы назвала это переходом в никуда. Хорошо, сейчас нас машины пропускают, это очень здорово. Но вот смотри, куда он упирается. То есть мы идем-идем, вроде никаких проблем нет, ям нет, и вот. И вот куда нам дальше, да? Во-первых, бордюр, сама ощущаешь, да? Во-вторых, нам сделали дорожку, нам сделали пандус. То есть мы упираемся, по сути, вот в такой, не знаю, газон-не газон, бордюр, и вот реакция ребенка тоже понятна на все это безобразие. Но даже миновав сам переход, маломобильный человек вновь оказывается в тупике. У пешехода остается две опции – двигаться по газону, либо по обочине. На узкой полоске разбитого асфальта детская или инвалидная коляска не помещается физически. Какой здесь тротуар и чем он заканчивается? Опять-таки, бордюр, бордюр. Ну вот попробуй, как коляска ходит ходуном. То есть либо ребенок выпадает на дорогу, или он нервничает, или он у меня заснул и постоянно я его бужу. То есть наши прогулки для него перерастают в какой-то стресс, да. И тоже, опять же, забрались мы сюда, куда дальше? Вот куда дальше? Или туда прыгать на дорогу, или опять дойти до края этого тротуара и опять прийти в никуда, получается. Потому что опять высокий бордюр и опять отсутствие пандуса. А лидером рейтинга становится место, где человека поджидают сразу несколько опасностей. Помимо уже привычного отсутствия пандусов, барьером становятся трамвайные рельсы. Человек с коляской должен успеть миновать трамвайные пути и проезжую часть за короткое время, пока горит зеленый сигнал светофора. Убедились, что трамвая нет и поехали считать уровни сложности. Вот смотри, уровень первый – рельсы. Их мы как-то проехали. Уровень второй – плиты. Трамвай, кстати, едет, поэтому нам надо поторопиться. Дальше уровень сложности – опять рельсы, опять плиты. И уровень сложности следующий. Очень спасибо, что ты проехал. Так, и уровень сложности следующий – это бордюр. Фух, преодолели. Какую-то минутку мы передыхаем, едем спокойно, отдыхаем. И уровень сложности следующий – посмотри на высоту этого бордюра. То есть, ну, ребенок у меня пока еще спит, но я смотрю, что он уже, знаете, недовольно на нас посматривает. За рамки рейтинга отдельно выносим культуру водителей. Разумеется, парковок на французском бульваре нет. Это является больной темой для одесситов. Но ведь это не повод забирать у горожан тротуар. Идем-идем по тротуару, по пешеходной зоне, и все бы было вроде бы ничего. Вот, пожалуйста, припаркована машина. Зона пешеходная. Коляска моя. Хорошо, она здесь проходит. Но, как бы, мне нужно стесниться. Если тут еще один пешеход, то я, получается, врезаюсь в эту машину. А вот не боятся ли водители, когда оставляют так свои автомобили, что на них появятся царапины. Потому что у меня коляска острая достаточно. Вот здесь есть элементы, которые могут поцарапать машину. Власти все чаще позиционируют Одессу как город всесезонного туризма. Но неудобство в бытовых аспектах для собственных жителей превращает ее в типичную постсоветскую провинцию. Хотя некоторые страны даже с таким наследием ушли намного дальше нас. Если сравнивать, допустим, приближенное к уровню Украины и Одесса, это скорее Припалтика. То есть тоже постсоветское пространство. Видно, что там сделаны дороги и они сделаны лучше, чем у нас. Можно перенимать их опыт, постепенно адаптироваться и стремиться к европейскому уровню уже. Несомненно, вкладывать деньги в организацию фестивалей и интернет-проектов полезно. Но для горожан куда более необходимо ощущать комфорт и безопасность во время банального передвижения по городу. Французский бульвар превратился в проспект для автомобилей. Вслед за ним остальные привлекательные районы Одессы. Вероника Годяцкая, Григорий Евич, телеканал Репортер. Как видим, огромной проблемой в нашем городе являются автомобили, а точнее не столько сами машины, сколько хаос на тротуарах и обочинах узких дорог. По сути, весь центр города превратился в огромную парковку, и несомненно, с этим нужно что-то делать. В городе только официально зарегистрировано 450 тысяч машин. И большая их часть ежедневно пересекает центр, где, как оказалось, законных парковок нет и вовсе. Вот и в мэрии впервые за долгие годы задумались о том, что центр Одессы как бы стоило разгрузить. Вот как это можно сделать, узнавала Анастасия Левкович. Некоторые архитекторы сравнивают Одессу по автотрафику и уличному разрешению с Парижем. Но если в старице любви есть и современный электротранспорт, и велодорожки, и метро, то каждый день в старице юмора нам приходится сталкиваться с пробками, которые чаще всего созданы искусственно теми, кто припарковывается в неположенном месте. Пробки, ставшие уже частью транспортного ритма Одессы, во многих городах пытались решать расширением проезжей части. Но такой путь – самая большая ошибка планировщиков 20 века, говорят специалисты по городскому планированию. Расчистка обочин лишь стимулирует массовый поток новых машин, для которых понадобится еще больше места. Прежде всего, по мнению эксперта, надо продумать транспортную концепцию, а ее создают с учетом дорожной иерархии. Самые распространенные – это незащищенные слои населения идут выше, то есть пешеходы, а дальше идут велосипедисты, далее идут общественный транспорт, потом автомобили, и затем только стоящие автомобили. В центре, в Одессе, это никак не воплощается, потому что у нас не выбрана транспортная политика. Соответственно, на улицах творится хаос. Ограничение передвижения машин в центре вернет Одессе статус культурной и туристической столице, считает урбанист. Многие города решили проблему с парковками с помощью строительства паркингов. Высокие тарифы стимулировали водителей оставлять транспорт за пределами центра. Так, например, поступили в Москве, которая еще 10 лет назад фактически была парализована автотрафиком. Парковка должна стать роскошью, считает эксперт, при этом пополняя бюджет Одессы. Но пока привычные черные парковки на улицах мешают реализации такой идеи. Мы здесь завязаны сейчас на Кабмине, который должен принять ряд пакетов, которые помогут санкционировать незаконную парковку на тротуарах, на проезжей части. И только тогда, когда вы сделаете парковку на улице дорогой и неокупаемой, тогда инвесторы будут вкладываться в паркинги, потому что вы создадите дефицит. Недавно о строительстве таких паркингов заявили в департаменте транспорта. Правда, чиновники почему-то решили возвести многоярусные стоянки вдали от эпицентра проблемы. Не в старом городе, а возле новых жилмассивов. Данные многоярусные паркинги строятся нецеленаправленно в тех местах, где они положены. В центре больше автомобилей, не в спальных районах. Тем более в спальных районах меньше работающих в офисах и тому подобное. Там места побольше, потому что и шире улицы. А нам в центре останутся привычные всем юни-паркеры. Которые, как оказалось, незаконны. Адвокат Юрий Конякаев утверждает, в городе нет ни одного паркомата, который бы соответствовал требованиям закона. А соответственно, в Одессе нет ни одной легальной платной уличной парковки. Так что на деле все конусы и заграждения – просто часть уличной архитектуры. Когда есть настроение, я с ним борюсь следующим образом. Я к ним отношусь как к находке. То есть я подъезжаю, гружу ее в багажник, еду в ближайший райотдел и пишу заявление о том, что я нашел такую конструкцию, там это конус или это железяка, и обязуюсь ее вернуть человеку, который мне предъявит документы о праве собственности на нее. Через год конструкция становится его собственностью. Так адвокат уже собрал целую коллекцию конусов. Но вернемся к вариантам борьбы с загруженностью центра. Дорожный активист Алексей Булгару уверен, частично монополию легковых машин мог бы снять общественный транспорт, если бы люди не боялись на нем ездить. Нам нужен общественный транспорт, но общественный транспорт должен быть качественный. Вы же видите, что у нас происходит. Багданы, которые рассыпаются по дороге. У нас должны быть как минимум электрические все автомобили. Трамваи должны быть какие-то, хотя бы с кондиционером, троллейбусы и тому подобное. Маршрутки должны быть настолько облагорожены, что, ну, будем считать, чтобы человек туда хотел зайти. А вот водитель с 15-летним стажем Александр парковки на тротуарах связывает не столько с засильем машин, сколько с низкой культурой автолюбителей. Мужчина уверяет, каждый может парковаться правильно. Было бы желание. Очень много людей ездит, которые, знаете, как говорят, права купил, машину купил, ездить не купил. То есть паркуются, но даже далеко ходить не надо. Смотрите, вот, видите, все припарковались в одном направлении, но один обязательно станет другом. Вот в два ряда машины припарковались. То есть люди просто... Очень много людей не умеет парковаться, как минимум. У нас, мне кажется, просто за многие годы сложился такой менталитет, что вот без жесткача нельзя. По правилам дорожного движения парковаться на тротуаре можно, но при этом пешеходам должно оставаться не менее полутора метров пространства. В случае, если вы видите нарушение, рекомендуют вызывать полицию. Если нарушитель при этом был рядом с машиной, ему грозит штраф в 510 гривен. А те, кому поблизости не оказалось, найдут свой автомобиль на штрафплощадке. Теперь к штрафу добавят и ее оплату, и стоимость услуг эвакуатора. Патрульные сетуют ежедневно. Таким образом, возят из центра до 10 машин. Чаще всего эвакуируем машины. Это Екатеринская, 5-й, 7-й, 3-й номер. Там, где одна полоса для движения, все другие водителя из-за припаркованных автомобилей выезжают на встречную полосу. Это улица Гавана, это улица Решильевская, Бунина. И тоже сейчас проблема, ну давно стала проблемой для нас, это полоса для маршрутных транспортных средств на Троицкой. Вот, как бы центр города, это самые такие пиковые места. Транспортную нагрузку на центр еще 10 лет назад планировали снять за счет строительства трассы Север-Юг, которая бы связала поселки Котовского и Таирова в обход старого города. Но проект оказался слишком затратным. Как видите, решений парковочной проблемы достаточно. В перекрытии центра города новые паркинги на периферии, обездная дорога. Была бы политическая воля. Проект будет дорого и долго строящимся. И реализует его та команда, которая придет к власти с политическими, а не экономическими амбициями. Анастасия Левкович, Григорий Евич, Телеканал Репортер. Впрочем, помимо всем известной трассы Север-Юг, есть и не столь разрекламированные варианты обхода центра города. Например, предложение пустить автомобильные паромы с мор вокзала на поселок Котовского. Или же проложить трамвайные пути через порт Таирова. Но пока эта территория служит таможне, с которой ранее было связано множество скандалов. Да и сейчас она работает весьма и весьма непрозрачно, сетуют предприниматели. Кто или что мешает таможне дать без проблем добро, выясняла все та же Анастасия Левкович. Перенести весь товарооборот из Одесского порта в Южный и Черноморск, а Одесскую гавань отдать под благоустройство, давно предлагает Александр Захаров. Реформировать стоило бы и сам подход к работе таможни, считает эксперт. Неспешное оформление грузов – лучшее подтверждение коррупции в этой службе. По закону, на оформление грузов у таможенных инспекторов есть 4 часа. А проводить тщательные досмотры можно только в случае срабатывания автоматизированной системы рисков. То есть, если груз идет из Афганистана или из Ирана, там, возможно, наркотик. Или пищевая соль идет на Украину. В Украине не надо пищевая соль, но вдруг кто-то везет. Тоже есть подозрение, что там что-то не то. Но на деле инспекторы часто проверяют грузы из-за собственной прихоти. И предприниматели терпят убытки. Иногда за день простоя поставщик теряет до 500 долларов. Со схожей проблемой столкнулись и клиенты Александра Бабыкина. Фирма по экспорту продуктов питания. Их груз – соки. Задержали в начале сентября. Причина – конфликт с производителями экспортируемого товара, считают бизнесмены. Они сначала произвели таможенное оформление этих соков. В тот же день таможенный инспектор позвонил нам и говорит, отзовите эту декларацию с соками. По какой причине? Основная аргументация заключается в том, что у них имеются письма от производителя, у которых он заявляет о нарушении его прав интеллектуальных собственностей. В сговор таможни с производителем эксперты не верят. Ведь механизмов решения этой проблемы мирным путем предостаточно. Но сама ситуация влечет за собой другую. Часто задержки грузов на таможне вредят деловым отношениям Украины с партнерами. Особенно в вопросе транзитных грузов, как это произошло при перевозке мяса в Беларусь. Но мясо такая вещь, вообще ветеринарные грузы, что если ты в них посмотришь, то даже тот, кто туда залез, он может нести там кишечную палочку, например, в это мясо. Это может быть или там ящер, или сибирская язва, все что угодно. Мясо, ветеринарные грузы категорически нельзя смотреть. Но наш инспектор решил посмотреть. В результате получилось, что 20 контейнеров с границы Беларуси были отправлены обратно производителю этого мяса и там были сожжены. Фискальные таможенные службы за последние три года почти не реформировались. Система задержек грузов на таможне приходила по наследству от правительства к правительству все годы независимости. Ну, это старая проблема еще времен Януковича. Действительно, все системы в портах и таможне были построены так, чтобы заставить водителей и экспедиторов рассчитаться за то, чтобы ты имел право просто проехать через порт. Таможня – золотая жила коррупционеров. Поэтому ее реформирование будут всячески тормозить лоббисты, уверяет экспедитор Виктор Берестенко. До 60% госказны наполняют именно таможенники. И большая часть из них приходится на Одесский порт. При этом ни в одной цивилизованной стране доходы от таможни не могут быть бюджетнообразующими. В США эти показатели не превышают и 1%. Формы контроля, вот эти досмотры, задержки необоснованные, они ни к чему не приводят. То есть из тысячи, двух тысяч досмотров не выявлен ни один случай, который стоит того ущерба, который наносится бизнесу и субъектам этими досмотрами. Потому что вся форма контроля, проведение этих форм контроля, они стоят денег. Там 200, 300, 600 долларов прямых расходов и плюс задержки в оформлении, плюс срывы контрактов, плюс, 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 плюс. Многие эксперты отмечают и колоссальное влияние силовых структур на работу таможенников. Минимизировать коррупцию помогла бы одна единственная норма. Если инспекторы перестанут контактировать с экспедиторами. Для этого в порт даже завезли специальные сканеры. Правда, использовать их почему-то редко. Анастасия Левкович, Григорий Евич, телеканал «Репортер». Середина октября – самый разгар уборки риса на юге Одесской области. В Килийском районе фермеры выращивают сельхозкультуру на 15 тысячах гектаров земли. Приблизительно такая же площадь рисовых плантаций в соседней Херсонской области. Вместе два региона обеспечивают потребность населения страны в рисе лишь на 30%. С Крымом все было бы гораздо проще. И тем не менее, рис остается продуктом, который скорее вывозят за рубеж. Наша съемочная группа побывала в самом крупном хозяйстве Одесской области, где уборка риса стартовала на прошлой неделе. Предприятие занимается полным производственным циклом с поля на магазинные прилавки. Виталий Хемии поделится впечатлениями. Село Лиски 10 километров от Вилково. После трехдневных дождей комбайны снова вышли в поля. Специальная техника в день может скосить более 10 гектаров рисового поля. Главное требование к комбайнам, которые убирают рис в Килийском районе – гусеничная колесная система. Работать приходится в заболоченных полях, поэтому на обычных колесах далеко не уедешь. Рис-культура, которая любит воду, близость Дуная, хорошо построенная оросительная система, решают вопрос регулярного полива культуры. Качество дунайской воды, говорят, в хозяйстве удовлетворительное. Но главное не перелить. А еще важно, чтобы чек, так называют участок пахотной земли для выращивания риса, был идеально гладкий. Для ячменя и пшеницы таких требований нет. Мы сейчас находимся на основном подающем канале, он находится выше всех чеков. Насосная качает в него воду, он наполняется водой, с него поддаются вспомогательные каналы, и со вспомогательных уже подается вода в чеки. При необходимости, когда есть нужда в сбросе воды из чеков, в принципе, еще сбросные каналы идут еще ниже уровнем чеков, и перекрывается подача воды из подающих каналов, и открываются задвижки в сбросные каналы. И такой цикл у нас на протяжении трех месяцев, там, 3-4 раза может происходить подача и сброс воды. Сезон уборки риса совпадает по времени с началом пассивной кампании о зимых культур пшеницы и ячменя. В отличие от хозяйств, где идет пассивная, в лесках дождям не очень рады. На крупнейшем предприятии Юга области из 3000 гектаров сельхозугодий под выращивание риса выделено 1620. В следующем будет 2000. После уборки зерно везут на мехток и уже там приводят в товарный вид. Сейчас мы собираем урожай риса, рис серец, он пока еще не обработанный. Дальше, после поля через комбайн он идет на ток, на ток его очищают, доводят до потребности волосы и дальше он поступает до нас на завод. На заводе мы его обрушиваем, шлифуем, полируем и отбираем сечку, мучку и готовый рис. И тот готовый рис, который самый лучший, вы видите на полицах магазинов. Привычный нам белый рис – это 70-80% от того, что осталось в результате переработки осеннего урожая. На предприятии задумываются о том, куда девать рисовые отходы. Шелуху можно использовать, подмешивать для топливных брикетов. И остается сечка и мучка там тоже. Сечка идет по другой цене, она намного ниже, чем рис. И в принципе тоже частично там можно оттуда получать прибыль. Шелуху в нашем случае, как бы у нас предприятие находится в лесках, да, это клубничная столица Бессараби, я бы сказал. То в основном местные жители ее разбирают, подсыпают себе клубнику, утепляют ее, защищают этой шелухой от болота. Ну, они знают, для чего она предназначена. Климатический фактор не самый проблемный для аграриев. В прошлом году уборку закончили 7 декабря с минимальными потерями. Выращивание риса – затратный процесс. Удобрения и семена входятся фермерам в солидную сумму. Например, в следующем году на семена предприятие планирует потратить 200 тысяч долларов. А за литр чудо-препарата, защищающий варить от болезни, просят минимум 100 евро. Мы выращиваем османжик, турецкий сорт, и балдо, итальянский сорт. Это сорта, в принципе, премиум класса. Мы вышли на уровень иностранных сортов, и под них уже подстраиваем свою технологию. Потому что наши сорта хорошие, но есть что-то лучшее. И мы стремимся к лучшему. Помимо технологий, производители должны учитывать и актуальные цены на топливо и электроэнергию. Комбайны и самосвалы нужно чем-то заправлять. А техника для очистки, сушки и переработки работает все еще благодаря электричеству. Все упирается в цены. Цены на топливо. Сегодня там топливо подскочило буквально, если еще пару месяцев назад была цена 17,50, мы покупали, то сегодня мы берем по 23,10-23,50 за литр. А топливо уходит, конечно, тоннами на уборку. Цены на воду тоже, куп воды, в принципе, недорого, сам по себе, 7 копеек. Но основная составляющая – это электроэнергия. Если за воду мы можем заплатить 100 тысяч, то за электроэнергию – миллион. Соотношение очень дорого электроэнергии. Есть проблемы в этом. Это все ложится на затраты, естественно, все ложится на ценообразование риса. Через несколько дней в лесках снова заработает завод по переработке риса. Компания-производитель продает товар пока что только опытом по цене 18 гривен за килограмм. Рынок сбыта – вся Украина. Дорога, открытая весной президентом Украины в направлении Вилкова – несомненное удобство для фирм-покупателей. Осталось еще привести в порядок 7 километров непроходимого бездорожья в сторону лесков. И тогда килийские производители будут чувствовать себя увереннее своих херсонских коллег-конкурентов. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал «Репортер». И в Одессе на этой неделе побывал один из выдающихся специалистов по международному образованию – Алан Гудман. Президент Американского профильного института посетил Одесскую юридическую академию, встретился с руководством вуза и побывали на встрече корреспонденты-репортера. Алан Гудман – шестой президент Института международного образования, ведущий некоммерческой организации в области международного образовательного обмена. Институт проводит исследования в области прохождения международных стажировок студентами вузов, а также администрирует программу «Фулбрайт», которую спонсирует Государственный департамент Соединенных Штатов Америки и более 200 других корпоративных, государственных и частных программ. Алан Гудман – шестой президент Институт «Фулбрайт» В Одесской юридической академии Алан Гудман встретился со своими коллегами из-за рубежа. Адвокат и медиатор Дэвид Кук в рамках инновационного образовательного проекта «Школа права США» сейчас читает авторский курс лекций для студентов юрокадемии. Это уже второй его визит в Одесский вуз. Гости ознакомились с инфраструктурой вуза и встретились с президентом университета Сергеем Киваловым. Главная цель – подписание меморандума о сотрудничестве между Одесской юрокадемией и Институтом международного образования. Отметив честные связи Сергея Кивалова с американским правительством, а также сотрудничество юрокадемии с ведущими вузами США, Алан Гудман уверен, что подписание меморандума даст новые возможности для реализации еще большего количества совместных программ в сфере образования. Студенты юрокадемии, кроме украинского законодательства, также изучают нормативную базу других стран. Вуз регулярно посещают гостевые лекторы из-за рубежа. С первого курса студенты сами выбирают, на каком языке они хотят слушать лекции. Английский, немецкий, французский – такой подход к организации учебного процесса является уникальным для стран всего постсоветского пространства. Юрист, настоящий юрист, он хорошо должен знать право не только своей страны. Вот не случайно у нас уже 15 лет действует американская школа права. Не случайно, что наши студенты сегодня слушают лекции на английском языке, потому что они владеют и знают хорошо английский язык в частности. Я очень горд, что вот те программы, которые мы предложили в университете 15 лет назад, они действуют сегодня. Сегодня многие выпускники юрокадемии представляют нашу страну и город в ведущих адвокатских и других юридических компаниях США и странах Европы. Действующие адвокаты сегодня, получив здесь диплом, они работают в Соединенных Штатах Америки. Действующие адвокаты сегодня работают в Великобритании, в Лондоне. Наши выпускники, которые закончили 10-12 лет назад. Я очень рад, что вы в вашей Академии на Национальной Академии. И я очень впечатлялся с учреждениями, которые предложены в всяких типах европейских языков. Я думаю, что они готовят ваш будущий юрист, чтобы быть не только частью административного правительства. Поэтому я очень впечатлялся с учреждениями, который позволяет европейскому взгляду на правительство и цивильной общественности. Это очень сложно открыть высшую учебность к многим различным перспективам. Но я очень впечатлялся с учреждениями из Соединенных Штатах Америки, и также из Франции, учащие правительства и правительства. В этом учебном году в Одесской Юрокадемии также была открыта магистратура по международной журналистике и международному праву. Наталья Апара, Юлия Польнова, телеканал «Репортер». И покров Пресвятой Богородицы сегодня празднуют православные верующие. В основу этого события в христианском мире положено предание о явлении Божьей Матери в храме Константинополя. В Украине этот праздник особенно чтили запорожские казаки. Они считали Деву Марию своей заступницей. Сегодня большой церковный праздник, который давно уже чтется. По крови она покрывает свою благодатью, скажем так, дает наставление и защищает от всего. Он всегда был важен для Украины, именно для Украины. А сейчас особенно в свете тех событий, которые происходят в стране. Во всех православных приходах Одессы сегодня состоялись праздничные богослужения. В храме Святой Мученицы Татьяны на 4-й станции Большого Фонтана люди начали собираться еще в полдевятого утра. По народным верованиям, именно в этот день осень встречается с зимой. И далее, как всегда, блоки международных украинских новостей. Оставайтесь с репортером хорошего вам настроения, хорошей погоды и будьте всегда в курсе.